всем привет с вами канал артмания и сегодня я вам расскажу историю почему я никогда не покупаю за наклейки определенные товары сейчас объясню в каждом магазине на определенную сумму когда покупаешь дают наклейки вот вы их собираете например в магните вы их собираете наклеивать их на брошюрку потом идете и покупаете какой-то там товар у меня была такая история в пятерочке продавалась стеклянная утятница такая она большая прям стеклянная овальная такая утятница стеклянные я помню что я очень ее хотела пятерочки собрала все эти наклейки наклеила то есть сейчас можно где-то там купить и все там дешево то тогда такого не было это было очень очень давно уже вот то есть собирала их сама покупает что-то там ходила бегло в пятерочку покупала вот собрала эти наклейки и начала искать утятницу и получилось так что пока собирала то есть эти товары уже подходили концу то есть эта акция подходила концу уже вот вот уже вот и мне пришлось очень побегать чтобы найти эту утятницу наконец-таки я ее нашла она стояла одна единственная то есть как будто бы уже закончилась ну вот эти вот именно товар там утятница что-то еще там сковородка какая-то что ли было и не помню уже что-то там еще она с крышечкой такая была я подбежала ее увидел и как раз народ тоже подбежал я ее вцепил с нее но не посмотрел какая она все ли с ней в порядке а уже стояла на кассе я заметил что положили свежие утятницы я подумала странно может быть просто не успели ну думаю ладно положила ее в мешок пошла домой счастливая пока поднималась по ступенькам получилось так что это утятницу чуточку ударила об эту ступеньку она прям такой и все подумала чуть-чуть ударил ничего страшного сколько было стеклянной посуды бывает такое ударяешь но ничего страшного ничего не бьется прихожу я домой значит ставлю этот мешок открываю а утятница там пополам сломалась представляете пополам вот оказалось выяснилось что там она касс уже была подбитая видать ее уронили там наполовину была такая вот трещина мы начали уже смотреть там действительно такая трещина то есть у нее ну да мне было посередине вот эта трещина а я ее получается ударила то есть вот это вот боковая штучка вот с этой стороны а сломался на посередине я еще потом вспомнила что когда я ее брала я увидела эту трещину но не обратила внимание ну что-то мне показалось не знаю я торопилась была такая счастливая счастливая что наконец ее нашла потому что на тот момент я обошла порядка 15 магазинов этих пятерочек и конечно я была очень счастлива просто не заметила вот тогда вообще мне было настолько обидно я так расплакалась я так я не знаю я так плакал ну представляете вы так мечтаете об этой вещи вы ее бегаете там пол полгорода просто ищите бегать и находите наконец-то и в итоге она у вас пути разбивается причем-то вообще незначительная так вот тюк и все то есть не сильно не вот там прям не знаю чтобы она просто треснула пополам это надо было не знаю и уронить об кафель какой-нибудь я не знаю бетон наверное какой-то там с пятого этажа чтобы она сломалась реально не знаю почему она была треснута видимо даст ну при доставке может быть магазин там что-то произошло не знаю вот ну назад конечно не понести не понесла потому что они бы сказали она была совершенно нормальная по камерам посмотрели бы видите все хорошо это был как раз такой магазинчик захудалый который такой в нем очень мало народу ходила потому что там был очень странный охранник он любил заглядывать девушкам в кошельки то есть как-то преследовать девушек замечал много раз ходил по пятам за каждой девушкой смотрел что она выбирает причем он стоял прям вот так вот сзади и дышал буквально вот в затылок вот я чувствовала как на на кассе я стою как раз стою стою потом открываю кошелек и я чувствую что у меня вот тут вот-вот волосы дрыгаются что кто-то в меня дышит прям затыл такой страх был поворачиваешься там охранник стоит и смотрит меня в кошелек что же у меня там лежит это дико просто было терпеть не могла этот магазин причем этот магазин был с каким-то такими знаете закуточками такими вот идешь 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 и вдруг ты понимаешь что ты оказываешься в каком-то тупике и тут неожиданно этот охранник который все пытается куда-то заглянуть который все что-то пытается сделать блин это просто дико мне было страшно мне было страшно ходить в этот магазин я ходила в него но очень редко потому что там были как раз залежалые товарах которых допустим других пятерочках они уже были скуплены а там они еще были другие быстро скупают автор никто не идет всегда не но никогда не было народу всегда было пусто потому что ну кому это приятно никому не приятно когда за тобой по пятам ходит охранник приходишь и смотришь он уже нашел там другую жертву какую-нибудь женщину и стоит там ей в затылок дышит она прям там блин стоит там без места сдвинуться не может напротив этого творога и вообще прям там просто в шоке вот такая вот у меня была история сейчас посмотрим вот и поэтому я после этого уже не покупаю никакие не знаю но просто не хочется честно для меня проще всего выбрать вещь то есть посмотреть отзывы и переплатить то есть я люблю переплачивать за качество то есть именно заказ но это касается наверное больше техники техники да я готова купить при платить но купить качественную хорошую которую мне хватит хотя бы до моей пенсии на эти посуды и все такое там уже наверное тут тоже иногда читаю отзывы то есть вот так такая у меня маленькая история мне к сожалению садится батарейка поэтому история у нас будет с вами очень очень коротенько такая всего 6 минут они как обычно 12 больше но пока не мере история понятная всем спасибо за просмотр с вами был канал art money подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии свои вот и всем пока пока обязательно лайки ставьте лайки лайки лайки